здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня я вам хочу показать на реальных примерах как по-разному могут укореняться черенки винограда часто я сталкиваюсь с таким мнением с такими запросами что вот поставил черенки на укоренение прошло там две-три недели у меня черенки не укореняются значит либо ваш способ не работает либо черенки мне продали плохие либо еще что то то есть но начинаем искать виновного стоит ли всегда его искать и все ли черенки могут укореняться вот повторю что сегодня я хочу все это показать и рассказать на конкретных примерах вот это перед вами черенки которые мы сейчас будем высаживать мы сдержали месяц в кельчеваторе в идеальных условиях что такое прием кельчевания создается разница температур внизу на пяточки черенка и вверху таким образом нас стимулируются корни образования а рост почек наоборот замедляется корни стимуляторы мы не использовали никакие ну конечно кельчевание это самый оптимальный вообще самый лучший прием для проращивания вот наши черенки в кельчеваторе температура порядка 24 градусов в таком состоянии они здесь простояли месяц и смотрите что мы видим в итоге конечно да вот в этом ведерко у нас красивая картинка такие большие красивые корешки ну повторюсь это месяц идеальные условия месяц на казалось бы все замечательно сейчас мы посмотрим что у нас другом ветерки специально посортировали немножко чтобы было наглядней а вот смотрите другую картинку три черенка одного сорта у одного корешки есть а у двух других нету у меня нет никаких вопросов к этим черенкам здесь все замечательно незамечательно вызревшие них прекрасное качество это один и тот же сорт который абсолютно одинаково хранился и прорастал в абсолютно одинаковых условиях тем не менее вы видите разницу она есть вот смотрите черенки другого сорта до почечки нижние пошли но еще пока что никаких даже намеков на корни нет при том что вот черенки хорошие все с ними хорошо и месяц прошел еще раз подчеркиваю в идеальных условиях и пока корней нету а многие из вас хотят поставим воду а я напоминаю что вода это далеко не самый лучший укоренитель и далеко не все черенки хорошо в воде укореняться но не любят они воду они чаще выгоняют почки и при этом могут совсем не укорениться но мы поставили в воду причем зачастую водопроводную которая там может быть и хлорированные и всякое такое и хотим быстрый результат он может быть а может и не быть потому что это живое растение и ведет она себя по-разному и стопроцентного укоренения если мы украли а в один черенок он укоренился да у нас будет сто процентов если мы укореняем 2 они 2 укоренились у нас будет сто процентов но как только мы начинаем работать с чуть большими цифрами все сто процентов у нас не бывает так или иначе какой-то будет выпад и это будет во всем если мы посадим какие-то семянки 7 другие какие-то растения высажив как только у нас появляется чуть большее количество обязательно может быть какой-то процент выпада и это абсолютно нормально еще пример тоже замечательный черенок и вот здесь видно только-только до маленький корешочек начинает пробиваться еще раз да я подчеркиваю и это идеальное условие при этом еще бывает что кто-то считает что вот черенок был тонкий поэтому не прорастает смотрите я сейчас держу в руках черенки видно что корни здесь обалденные и вот толщина черенка такая очень средненькая на самом деле где-то нами наверное миллиметров 6 при том что перед этим я вам показывала черенки гораздо более толстенькие и часть из них была без корней и даже гораздо более тоненькие черенки в некоторых случаях могут укореняться гораздо лучше чем более толстые толщина черенка вообще во многом зависит от сорта и если мы берем универсальные сорта мы берем технические сорта то в большинстве они будут иметь тонкие черенки и для них это абсолютно нормально с другой стороны если мы берем столовые крупноплодные сорта да у них как раз таки наоборот чаще всего черенок будет более толстый и приближаться его диаметр будет чуть ли не к сантиметру в то время как вот для технических универсальных особенно мелкоплодных абсолютно нормальный не черенок толщину миллиметров 5 а иногда могут быть даже и более тонкий и и при этом они могут замечательно укореняться вот даже пример смотрите достаточно тоненький черенок это технарь мало того видите один у нас длинный 2 вообще коротенький маленький а корней одинаково и там и там смотрите вот еще достаточно тоненькие вот какая там внизу красота а вот смотрите достаточно толстенькие хорошенькие крепкие черенки причем на самом деле это в сну один сорт до взяты с одного куста более того по моему это даже один и тот же черенок разрезаны на 2 однако смотрите на одном есть корень на побег там немножко гнил ничего страшно а на втором пока что нету ничего 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 и так тоже бывает и вот казалось бы один сорт с одного куста в одинаковых условиях прорастали вот они вот так вот рядышком стояли в одинаковых условиях хранилось да все было одинаково а ведут они себя по разному и мы с этим ничего не можем сделать не надо тут искать виноватых все надо смириться с тем что так бывает еще один пример может быть чуть менее наглядно тоже замечательные черенки вот этот точно разрезан с одного но одного видите типа корней а у 2 1 маленький и еще раз я подчеркиваю это были идеальные условия тем не менее растения могут вести себя совершенно по-разному почему мы не можем сказать потому что вот в них как-то как-то так заложено и как-то так складываются обстоятельства несмотря на то что мы все делаем правильно и все делаем одинаково и с этим просто надо смириться ну конечно основной вопрос а что что же делать да если не прорастает а что же делать если не укореняется надеяться ждать до последнего поскольку сейчас у нас вообще самый конец мая эти черенки мы укореняли сейчас чтобы их высадить в открытый грунт то мы их высаживаем в открытый грунт несмотря на то есть там корни либо нету в открытом грунте гораздо проще создаются оптимальные условия оптимальная влажность температура особенно если мы сверху чем-нибудь накроем и вот особенно не укоренившимся черенкам там будет гораздо легче и у них гораздо больше шансов выжить и все-таки укорениться если у вас есть теплица но вообще замечательно высаживайте такие неукорененные черенки в теплицу ли те которые плохо укореняются и вполне вероятно что они у вас прорастут ну конечно не стоит исключать и того что кто-то может и не прорасти нету тут кого-то виноватого просто такое бывает тем не менее желаю чтобы у вас все замечательно укоренялось замечательно росло на этом с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты и до новых встреч